На сегодняшний день сложилась не очень приятная ситуация с методами мобилизации в Харькове. Эта ситуация всех волнует, безусловно. Эти методы не имеют ничего общего с цивилизованными, не имеют ничего общего с честью служить и защищать нашу Родину. И подобные методы вообще недопустимы. Почему-то система военкоматов не реформировалась. Видимо, некому было ее реформировать. Там сидят те же люди, они работают по старинке. Это несет за собой угрозу очередного срыва мобилизации. Мы уже видим по результатам опроса харьковчан, что эти методы категорически не приемлятся харьковчанами. 98% было негативного отношения к подобным методам мобилизации. В Министерстве обороны мы встретились с людьми, которые являются уже госслужащими, но они представители волонтерского десанта. Мы с ними знакомы, у нас общие задачи. Мы хотим реформировать армию и в том числе военкоматы. Нам дали зеленый свет, сказали, будут всячески помогать документально. И, видимо, Харьковская область станет пилотным таким проектом по реформированию военкоматов. Армия – это не тюрьма. Армия – это почетный долг. Наши цели проведения реформ – это в первую очередь добиться как качественных, так и количественных показателей. Сейчас не выполняются ни те, ни другие. Как мы знаем, процент пятой волны был, по-моему, где-то чуть меньше 50% было набрано. По качественным, это вообще отдельный разговор, набирают и людей без определенного места жительства, и алкоголиков. Очень большая проблема алкоголизма в армии. Поэтому ни по тем, ни по другим параметрам у нас ситуация плохая. Основная цель – добиться выполнения этих показателей. Вторая цель – исключение этих проблем с негативным отношением населения и доверие. Поднятие доверия к воинской службе и в том числе к военкоматам. Люди сейчас по опросам воякам нашим, защитникам, доверяют очень большой процент доверия. Но военкоматам не доверяют. Мы, конечно, не одобряем методы, которыми привлекаются потенциальные военнослужащие. Но мы должны прекрасно понимать, что количественный показатель должен выполняться. Потому что, что значит, если количественный показатель не выполняется? Это значит, что люди, призванные в третьей, в четвертой волне, должны служить больше. То есть, если их заменить неким, то фронт оголяться не будет. Значит, этих людей просто всеми правдами и неправдами будут задерживать и затягивать демобилизацию. Безусловно, время не терпит. Мы все понимаем, в каких реалиях мы живем. И не хотелось бы затягивать. Я думаю, что основную схему и концепцию с пониманием, какие законодательные инициативы придется менять. Потому что, безусловно, изменение структуры военкоматов затронет изменение законодательной базы. Это нужно будет подводить под вынос через комитеты на Верховную Раду. Поэтому, думаю, что обсуждение, давайте, ну, если можно, я так диктаторским методом обозначу, 10 дней. Вот мне бы хотелось, чтобы это было не больше, чем 10 дней. Прием замечаний и внесение предложений по реформированию системы военкоматов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова